Все, что говорит Путин, плюс-минус говорят все страны-изгои. Война и санкции уменьшают вероятность социального взрыва. России еще не повезло с тем, что она очень пластична и идеологически. Сегодня мы в Европу, сегодня мы от Европы, сегодня мы великий русский народ, завтра мы интернационалисты. Большая масса населения привыкла быть конформной, она привыкла заниматься своим бытом. Все, что сделали российские и питерские бандиты, в экономике они сделали договариваясь с мировой экономикой, а не противостояние. И противостояние они разрушают этот потенциал. Добрый день, добрый вечер. Это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. И все сегодня гадают, что с нами, с миром, с Украиной, с Россией будет после войны. И когда это после настанет. Ответа вы сегодня, Дмитрий Ильич, не получите, но предположения погадаем вместе. Вместе с Андреем Мовчаном, финансистом, специалистом по инвестициям, основателем группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Добрый день, Андрей. Доброе утро, я бы даже сказал. У кого что? Мы теперь все по разным странам и континентам, поэтому я всегда на все дневные слоты надо приветствовать. Еще раз добрый день тогда. Действительно, все как-то меньше стали интересоваться, по-моему, текущим днем. Может быть, потому что как-то все, если не остановилось, то как-то все зашло в тупик. Но все уже начинают думать, а что потом? Давайте начнем по порядку, что ли. Возможно ли вообще, как вы считаете, возвращение, хотя бы примерное возвращение в прежнее состояние, о чем, я думаю, сегодня многие мечтают и думают, что с окончанием войны мы все примерно вернемся в ту жизнь, из которой нас вырвали. Давайте мы начнем с дисклеймера все-таки. Вы очень длинно рассказали про то, кто я такой, и там не было ни слова о политологии. Я не военный эксперт, я не имею прямого отношения к тем, кто анализирует военные события и так далее. Здесь я могу только немножко экономически порассуждать. А я о среднеэкономике и поговорю. Ну, посмотрите, с точки зрения после войны, для меня вообще не вполне понятно, что такое после войны. Помните, Ингеборга Бахман писала такая норвежская поэтесса, войны не начинаются нынче, их продолжают вести. Вот ситуация, которая сейчас складывается в мире, мне кажется, вполне соответствует этим стихам Ингеборга Бахмана. Войну с Украиной можно было в какой-то момент начать, или, если хотите, продолжить, если она началась в 2014 году. Совершенно непонятно, как будет выглядеть ее окончание. Окончание войн – это момент, когда отсутствие военных действий выгодно всем странам. Как обеспечить выгоду для, например, России отсутствия боевых действий, не знает никто. Была идея западная, которая изначально критиковалась очень сильно разными людьми, включая меня, что это можно обеспечить санкциям. Совершенно понятно, что это не так. И дизайн санкций, и сам факт санкций ничего не обеспечивают. И в данной войне, которая сейчас идет, такая вялая, такая дирематовская зимняя война в Тибете на выживание, она может продолжаться вечно, во-первых. Ну, как вечно до каких-то триггеров, которых мы пока не знаем еще. И с точки зрения Кремля она выгодна. Сейчас нет для Кремля никаких причин эту войну завершать. В том темпе, в котором она идет, она может идти. Поэтому, что вы имеете в виду после войны? Я имею в виду, что, знаете, вы видите, что, да, действительно, санкции, ну, как все считают и наблюдают, вроде так не сработали, так как они должны были бы сработать по замыслу их организаторов. Но, с другой стороны, все равно нельзя сказать, что экономика процветает, да. Рано или поздно, Васильевич, те экономисты, с которыми я разговаривал, они все-таки ожидают, ну, если не коллапс, то значительное-значительное падение. Я не отношусь к тем экономистам, которые считают, что экономику России ждет коллапса или значительное падение в ближайшие годы в рамках того режима, который сейчас есть. Хотя экономика, действительно, экономика страдает, конечно. Экономика становится более примитивной, экономика сокращается, экономика становится более зависимой от монопольных, фактически, партнеров типа Китая и так далее. Но коллапса я бы не ждал. У экономики запас огромный. И что самое главное, мне кажется, важно понимать, это то, какую ошибку делают постоянно западные стратеги. Они считают, что они имеют дело с противником или с конкурентом, а иногда даже с партнером, который мыслят, как они, и ценности которого совпадают с их собственными ценностями. Так же точно, как они никак не могут понять, что происходит вокруг Израиля, и все время пытаются противопоставлять террористам ту же стратегию, которую бы они использовали для противопоставления цивилизованным людям. Там, скажем, угроза гражданскому населению, угроза экономики, угроза инфраструктуры. Террористов не волнует гражданское население, не волнует экономика, не волнует инфраструктура, их волнует совершенно другое. И в России же то же самое. Там, скажем, гражданская экономика, доступ простого населения России к благам цивилизации, открытость миру, процветание, научно-технический прогресс, увеличение продолжительности жизни – это все факторы, которые в Кремле никак не учитываются, они никого не интересуют. Их интересует отсутствие социального взрыва и возможность обогащения. И это то, чего они могут добиться в сегодняшнем режиме вполне. Более того, война и санкции даже уменьшают вероятность социального взрыва и тем самым обеспечивают им более легкую возможность обогащаться и большую централизацию ресурсов. Поэтому я бы не ждал в ближайшие годы каких-то коренных изменений, исходя именно из экономических причин. Но тем не менее, если так почитать, то, что люди пишут в соцсетях, говорят между собой, те, кто находится в России, это могут наблюдать, но и не обязательно, в общем, там находиться для этого. Но все-таки народ потихоньку стонет. И я думаю, что сейчас в комментариях к нашей беседе появится очень много людей, которые скажут, ну да, им хорошо там говорить, да, а у нас каждый день, значит, цены растут, т-та-та. Они даже, это люди далекие от курса доллара, да, и он их не очень интересует. Их интересует конкретный сегодняшний поход в магазин, и он с каждым разом становится все дороже. Что? То есть и это тоже не может вылиться в социальный взрыв какой-нибудь. Здесь есть два разных момента. Один – это вопрос, насколько мы, глядя из разных стран, там вот я из Лондона, например, насколько мы преувеличиваем текущую проблему для тех или иных обитателей России. Да, она есть, да, все это знают, да, никто не спорит, что есть инфляция. Падение курса доллара сейчас привело к тому, что подорожал импорт, импорт сократился, с поездками сложнее, с покупкой вещей сложнее и так далее, и так далее. Но это не носит такого драматического характера, как нам хочется видеть. Если вы посмотрите, например, на статистику зарплат, как они меняются, эти зарплаты, в связи с тем, что в России резко не хватает трудовых ресурсов, зарплаты, в общем, идут почти вровень с инфляцией. При этом, начиная с 2003-2004 года и где-то до 2014-2015, был период абсолютной вакханалии, когда зарплаты росли в 2, в 3, в 4 раза быстрее инфляции и роста ВВП, и набралась большая подушка, которая с 2014 года постепенно сдувается. Она продолжает сдуваться сейчас, но все равно еще ситуация с точки зрения соотношения, скажем, зарплат и стоимости рубля реальной, она все еще лучше, чем в 2004-2005 годах. То есть в этом смысле те поколения более старшие, которые сейчас, скажем, выступают за продолжение войны в основном и так далее, они все еще понимают, что сейчас лучше, чем тогда. И это достаточно большой резерв. Плюс вопрос же еще и эластичности. Российское общество всегда было эластичным. Помните, Некрасов писал про стон над Волгой. Он писал это за сколько? За 50 лет до революции, за 60 лет до революции. Временные пространства в России от стонов до действий, они огромные. Для того, чтобы действия произошли, должны быть все-таки триггеры очень серьезные. Первая революция была на плечах проигранной русско-японской войны. Вторая революция на плечах проигранной Первой мировой войны. И сейчас нет такой войны. Сейчас нет такой серьезной геополитической катастрофы для России. И война в Украине все-таки региональная война. Она подпитывается человеческими ресурсами очень локально. Она экономическими ресурсами подписывается очень локально. То есть я бы сказал, что при всем том, что, конечно, среднему, если вообще есть средний гражданин России, жизнь стала хуже. Но вообще говоря, жизнь становится хуже с 2012 года последовательно. При всем при этом мы в России, они в России очень далеки от социального катаклизма и катастрофы. Кто-то хорошо написал, кстати говоря, недавно красивое высказывание, что тем, кто говорит, что с российской экономикой будет совпорядка, я предлагаю только одно слово «Венесуэла». Тем, кто говорит, что в российской политике будет кризис, я тоже предлагаю то же самое слово «Венесуэла». Вот вам яркий пример того, как эластична экономика и как стабильна политика при этом. Ну, смотрите, это мы сейчас говорим о таким, в общем-то, субъективном восприятии экономической ситуации, ну, так сказать, широкими слоями населения. А могут ли вот те изменения, которые так или иначе все-таки происходят из-за санкций, из-за политики, из-за всего, что нас окружает, как-то повлиять на тех, вернее, кто называется элитой, на настроение в элитах? Их тоже устраивает, вы считаете, эта ситуация? И экономически, и бытого, что ли? Ну, вы понимаете, во-первых, элита – это не совет, это не консенсусная система. Элита – это очень строго иерархизированная система, в которой люди даже очень высоко находятся в очень жестких рамках того, что они могут, того, что не могут. Как это было при Сталине в свое время, когда элита самоуничтожалась, и никто этого не хотел, разумеется, внутри элиты, но ничего никто не мог сделать с этим. Вообще, конструкция управления, они значительно сложнее, чем иногда кажется людям. Иногда конструкция управления давлеет над всеми управляющими, включая самого главного. И построенная конструкция становится господином, а все остальные ее рабы, и никто ничего не может сделать. И в России во многом это сейчас так, потому что сама по себе выстроенная конструкция, которая питается потоками нефтедолларов, и которая построена под обеспечение вечной власти небольшой группы людей, она не выпускает из себя, она не расшатывается теперь. Там эти шестеренки, которые сами себя замкнули, и я думаю, что там средние представители этой элиты проклинают тот день, когда все это было построено, потому что, конечно, все они рассчитывали на безвременное обогащение, а потом тихий уход вместе с семьями на покое на Запад с большими деньгами. А теперь все это превратилось в такую жизнь, так сказать, изолированного дикарского племени, пусть очень богатого, но сделать тоже ничего невозможно с этим. И рационально размышляя, эти люди продолжают оставаться в когорте, продолжают зарабатывать внутри, продолжают надеяться, что все это как-то рассосется со временем. Поэтому в элите никаких настроений на коренные изменения не будет, в том числе потому, что они крайне опасны для любого представителя элиты. Никто не понимает, как, если ты перевернешь стол, какой расклад разложится после этого, и ты окажешься среди тех, кого во всем обвинят и уничтожат, или ты окажешься среди тех, кто что-то сохранит, как будут действовать элиты западные, скажем, в этой ситуации, как будут действовать китайские элиты. Поскольку никто не понимает, а сейчас вроде бы, так сказать, не очень тепло, но нормально, не очень сухо, но нормально, да, можно как-то продолжать существовать, зарабатывать деньги, они будут продолжать это делать. Мы видим, что дефекшн в элитах очень низкий, практически никто из элит не бросил этот корабль, который идет в этом приключении. Поэтому нет, я думаю, что элиты будут так же держаться, им не так уж плохо жить, они находят какие-то свои пути внутри. У нас есть пример Ирана великолепный, где революционные элиты, в общем, достаточно быстро поняли, что все идет не так, и что здесь, так сказать, не будет красивой истории, а будет история тяжелого загнивания и внутренней борьбы, но они уже, сколько там, 50 лет в этом живут, и ничего не меняется. Поэтому я думаю, что как раз здесь все идет консолидация, и Запад помогает активно в этой консолидации. Запад ведь фактически отверг идею о том, что с элитой в России можно договариваться по частям, выстраивать группы своих сторонников и противостоять как-то централизованной позиции. Элиты отвергнуты целиком и полностью, причем те, кто оказывался на границе, старательно запихивали обратно в российскую элиту, не давая им возможности уйти на Запад. Поэтому я не жду отсутствующих изменений. Смотрите, все, значит, пытаются, или не хотят, и пытаются заглянуть в голову Путину, а что там происходит. Но вот вы сказали фразу, что элита, в широком смысле этого слова, что они поначалу рассчитывали заработать и спокойно потом где-то там доживать. У меня такое впечатление, поскольку я даже когда-то, даже был в пуре в начале 2000-х президентского и наблюдал Владимира Владимировича в ту пору, у меня осталось ощущение, что он тогда думал точно так же. И что поменялось? Что он все-таки за это время, помимо такой чистой жажды власти и жажды денег, он оброс еще какими-то идеями, какой-то идеологией, какими-то, я не знаю, там уж реальными или нереальными фантазиями, которые хочется реализовать? Я понятия не имею. Я, в отличие от моей жены, не психотерапевт. Я все-таки финансист, экономист, инвестор. Немножко математик и физик. Но точно, что в голове у кого, и тот ли это Путин, или как сейчас рассказывают истории, что Иванов Грозных было то ли два, то ли четыре, что он думает, как это связано с психопатологией, как это связано с рациональю. Мне говорить очень сложно. Единственное, что я могу из этого с экономической точки зрения вычленить, что, конечно, даже тогда, когда условный молодой Путин говорил про сотрудничество с Западом и выстраивал конструкцию таких прозападных элит, которые в ответ на пропуск на пенсию позволяли Западу в той или иной степени диктовать границы поведения внутри страны этой элиты, даже тогда, вообще говоря, центральной идеей была консолидация ресурсов в руках этой элитарной группы. Никакой демократической идеи в этот момент не было. Вспомните ситуацию с Ходорковским, скажем, да, и так далее. И даже тогда, и не новая идея, а совершенно унаследованная от ельцинского времени, идея гиперсуверенности страны, там, не куска своей территории, великая держава, великий народ, она присутствовала. Никому не приходило в голову, например, никому не нужные Курильские острова передать Японии, там, а тем более получив за них какие-то деньги и направив их на развитие страны. Уже если помните... Волову-то приходило все-таки, и Ельцин тоже, кстати. Да, но если вы помните территорику того времени, да, и как говорилось, что вот ни пять родной земли даже никому не нужно и так далее, это все сидело внутри, никуда не девалось. Заигрывание с христианством тоже сидело еще в 90-е годы в ельцинские времена, и попытка номенклатурной перестройки, она же тоже была изначальной, это не было народной перестройкой. Поэтому я думаю, что... Я думаю, да, смотрите, здесь вот я еще раз исключаю любые психологические и политические моменты. Я думаю, что просто оказалось очень тяжело уходить, когда поток денег продолжал идти, когда можно больше, когда власть затягивает, власть оказалась абсолютно безграничной. Те, кого надо было бояться изначально и с кем надо было договариваться, вдруг оказались после дела Ходорковского абсолютно беспомощными, и готовыми на любые уступки, готовыми на любое подчинение за того, чтобы сохранять деньги. Удовольствие от власти, соответственно, на порядок вырастало в этой ситуации. И в какой-то момент просто уходить было надо, но уже невозможно, потому что как от этого отказаться? А чуть позже уходить было, может быть, и надо, и даже возможно, но уже опасно, потому что наворочено было очень много дел, и формировалась оппозиция, которая готова была за это преследовать. И Запад уже смотрел на это не так просто, и Запад хотел большего от России, Запад хотел конформить, и Запад хотел настоящей демократии. Запад перегнул, конечно, палку в этой ситуации. То, чего он никогда не делал с малыми странами в России, почему-то эти требования жесткие были уже в какой-то момент невозможными для элит. Пришлось размежевываться и объяснять внутри, почему это размежевание происходит. Вот, поэтому нет, ну и идеология, какая идеология? Идеология же никак не отличается от идеологии изгоев всех остальных. Все, что говорит Путин, плюс-минус говорят все страны-изгои, которые выбрали изоляцию. Ничего нового там нет. Ничего принципиально изобретенного там нет. Ничего принципиально русского там нет. Ничего такого, что вызывало бы удивление, там нет. Да, либо ты выбираешь быть в едином клубе, конкурировать и поисследовать правилам, либо ты выбираешь правилам не следовать, замкнуться внутри себя, управлять самовластно, но тогда твоя идеология выглядит ровно вот так. Она так выглядит в диктатурах Латинской Америки, в Центральной Африке, в России, где угодно. Ну, смотрите, это, наверное, вопрос скорее, может быть, для социолога. И он такой достаточно абстрактный. Но, тем не менее, вот ваше ощущение, не обязательно как экономиста, просто как наблюдателя, да. Вот эти взаимоотношения Путина и общества, скажем, да, они общество приспособило к себе Путина. Или к тем ценностям, условно, да, к тем запросам, которые у него были на какой-то характер власти. Или Путин через колено переломил это общество, вот, и сделал его таким послушным себе. Я, еще раз, я не социолог, но я думаю, что это ложная дихотомия. Условный Путин, на самом деле, ну, не существует никакого Путина как личности, да. Существует некоторая коллективная система, которая так или иначе выражается через фокальную точку. Так же точно, как если мы посмотрим на историю монархии, например, да. Там существовали более или менее яркие цари или там короли. Но все равно их политика и политика государства в этот момент, экономика государства были отражением значительно более широкого взаимодействия различных групп или личностей. Так же и здесь, да, там, надо отдать должное, потому что Путин совершенно неординарный человек, безусловно. Да, но при этом все-таки это не некий Путин, который самовластно управляет. Он и некомпетентен для самовластного управления. Мы это очень часто слышим и видим, когда он что-то говорит по поводу разных аспектов бытия. Да, он просто там ничего не понимает в очень большом количестве вещей. Но так или иначе, давайте это условно называть Путин. Так вот, реально успешное управление системой, оно всегда итеративно и интерактивно. То есть в этом смысле успешный управляющий, он всегда приспосабливается к структуре и к управляемому пространству. А управляемое пространство меняется под воздействием этого управляющего. И, конечно, России еще не повезло с тем, что она очень пластична идеологически. В принципе, Россию приучили в свое время, причем это еще даже не коммунисты сделали, это происходило там с 18 века или даже с 17, где-то, может быть, кто-то найдет. Россию приучили быть пластичной. Сегодня мы в Европу, сегодня мы от Европы, сегодня мы со всеми воюем, завтра мы со всеми дружим, сегодня мы открытая экономика, завтра мы закрытая, сегодня мы великий русский народ, завтра мы интернационалисты и так далее. Россия была приучена к этой пластичности, к гибкости, к аморфности некоторой. Она во время большевиков при как бы очень строгой идеологии большевизма оставалась очень пластичной, потому что сама идеология большевизма, возьмите 30-е, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е годы, у вас 5 абсолютно разных идеологий, ничего общего между собой не имеющих. И сейчас тоже она там, ей сказали перестройка, ей сказали демократия, потом ей сказали суверенная демократия, потом ей сказали мы возвращаемся в Великую Святую Русь, и общество это принимает, потому что общество привыкло к тому, что надо думать о своих мелких проблемах, общество очень фрагментировано исторически, эти пузырики общества решают свои проблемы в рамках любой идеологии, и идеологически очень легко подложить под это абсолютно любую карту. А прагматически Путин вел себя очень четко с точки зрения идеологических, с точки зрения интересов общества, он ассоциировал себя со всеми успехами и всегда находил способ ассоциировать врагов со всеми неудачами. То же самое касалось личных успехов и неудач людей. И кому-то, кого-то, так сказать, волновал Запад, кого-то волновали евреи, а кого-то волновали мигранты, которые отнимают работу сегодня здесь, в этом поселке. И людям всегда давалась возможность быть хорошими, но только внешние враги мешали. И власти всегда давалась возможность быть успешной, но только внешние враги мешали. Это удобная идеология для людей, которые не очень хорошо образованы политически и экономически. И плюс, конечно, надо отдать должной экономике. Она росла очень активно, особенно в нулевые. Понятно, что за счет нефти. Понятно, что очень неэффективно. Понятно, что все это еще портилось в каком-то смысле огромным оттоком капитала и высокими рисками. Но росла же она, действительно, и люди все еще продолжают жить намного лучше, чем они жили в 90-х, в начале нулевых. Ничего не скажешь с этим. Поэтому Путину есть на что ссылаться. В этом смысле еще раз коротко отвечаю. Это абсолютно интерактивный процесс, который путинская элита сумела направить в правильное для них русство. Еще раз, смотрите, я вам задал на эту тему два вопроса, так сказать, субъективного восприятия экономической ситуации. Там, средним россиянином, да, или там народом, как у нас говорят, и в элитах. Но есть же еще и объективный взгляд на нынешнее состояние российской экономики, на его развитие. То есть, все то, что происходит с ней, обрекает ее на отставание, обрекает страну на отставание. И это то, что у него, да? Да, но смотрите, вот что важно понимать. Значит, во-первых, процессы, идущие сейчас в российской экономике, это процессы достаточно медленные. Мы это видим по цифру Росстата. Бессмысленно приводить, потому что это прямо как цифра Хамаса сейчас. Но даже если пытаться объективно влезать внутрь и анализировать, мы не видим обвальных процессов. И это естественно, да, потому что российская экономика во многом была экономикой социального типа. Добывалось сырье, продавалось сырье, ресурс перераспределялся там по необходимому минимуму среди граждан и щедро среди элит. И там собственное вторичное производство, и третичное, на это практически никак не влияло. И первое, что страдает сейчас, это собственное вторичное и третичное производство, которое все равно никак не влияло практически. Вот если мы посмотрим на российскую экономику с точки зрения цифр, сейчас большой российский бюджет, он большой, действительно, он на уровне успешных развивающихся стран, скажем так. Он перераспределяется в две сферы, на войну и безопасность и на социальные нужды. И посередине там практически, вот там наука, здравоохранение, там да, это все очень зажатое, этого почти нет. Вот, и если говорить про социальные нужды, посмотреть на это, да, то там, во-первых, действительно огромные деньги. Перераспределяются они немножко пенсионерам, пенсии очень маленькие. И очень сильно на более молодое и более активное население сейчас, там скажем, под эгидой рождения детей. Тоже достаточно безумная история, но тем не менее она происходит. А военный бюджет в большой своей части перераспределяется на выплату зарплат. Там сейчас задействовано очень много и подрядчиков, и конечных производств, и так далее. В этом смысле и с учетом очень маленькой безработицы, большой востребованности людей и достаточно высоких все еще социальных выплат. И они будут снижаться, но они будут снижаться медленно. И неплохо развитой местной полусерой маленькой экономики в России, эта вся система, она может лететь в своем космосе достаточно долго. Со своих 10-11 тысяч долларов на человека ВВП она может внутри гражданского сектора медленно снижаться, вместе с военным может быть даже расти какое-то время, если большие усилия будут на это затрачены. Для того, чтобы нам добраться до так называемого квадрата цветных революций, нужно уполовинить российский ВВП на человека. Это история абсолютно не ближнего времени, это история либо невероятных на сегодня черных лебедей, либо история 10-12-13 лет. Пока, то есть, so far, so good, пока все это работает. А то, что действительно экономика разворачивается лицом к милитаризации, то, что внутренний продукт действительно сокращается гражданский и будет продолжать сокращаться, это факт, это надо понимать. Но это надо понимать для того, кто придет потом, для того, кто через 15 лет должен будет разгребать тот факт, что 25% населения работают на войну, которой нет, и еще 40% населения работают на государство, перекладывая деньги, которых становится намного меньше. И вот тогда действительно могут начаться новые 90-е в каком-то смысле, только материально-техническая база будет значительно более отсталой. Но еще раз, это вопрос не сегодня, это вопрос не того, что сейчас люди могут почувствовать. Но это такая, что называется чисто экономический вопрос. Но от экономики зависит развитие технологий, развитие многих-многих сфер жизни, которые определяют движение страны в целом вперед. А на это есть деньги, на это движение вперед? Это требует тоже денег, если мы сейчас, когда объявили эти санкции, помните, ну, наверное, нашли замену. Обнаружили вдруг, что там без тайваньских чипов мы не можем существовать, а чипы мы не производим. И я не знаю, будем, но вы, наверное, нашли какие-то пути, как приобретать эти тайваньские чипы. Но это просто как пример. Ну, вот смотрите, мне кажется, что очень важно понимать. 21 век – это век, в который парадоксальным образом собственные технологии перестали быть важными совсем. Их, на самом деле, практически ни у кого и нет, этих собственных технологий. Все большие технологии делаются в кооперации. Основная масса их делается в нескольких центрах мира. Это США, это Великобритания, это немножко Европа, это немножко Израиль, там это немножко Китай. Действительно немножко, это надо понимать. Это иллюзия, что в Китае очень много делается технологий. Вот, это и те же таблетические технологии, скажем, они там в Нидерландах сделаны во многом, а это большая европейская кооперация и так далее. И в Демократической Республике Конго люди пользуются, ну, почти теми же самыми технологиями, что и в России, что и в Америке, за исключением тех технологий, которые не влияют на базу. Там мобильные телефоны в Демократической Республике Конго есть, они также работают. Там нет адронного коллайдера, но кому из вас с вами нужен сегодня адронный коллайдер? Вот, поэтому бытовые технологии, они все будут, они будут пролиферировать через Китай, условно говоря. Они в нужном объеме для того, чтобы обеспечить социальную стабильность, будут присутствовать и через 10, и через 20, и через 30 лет. В этом смысле посмотрите там на ту же Северную Корею. Северная Корея запускает баллистические ракеты. Это не очень сложная технология, баллистические ракеты, на самом деле, но все равно технология, конечно. И там, не знаю, какая-нибудь страна типа Венесуэлы, например, той же, которую мы упоминали. Ну что, там каких технологий там не хватает? Чего там нет? Там все там есть. Все эти пролиферации происходят. Поэтому это не тот риск, который сейчас Кремль рассматривает. Понятно, что хочется, чтобы твои люди жили там лучше всех. Но как технологии помогают жить лучше всех? С помощью их использования? Нет. Они помогают жить лучше всех с помощью их изобретения и продажи. Вот когда ты изобрел технологию дорого и продал за рубеж, ты получил много валюты и на это хорошо живешь. А само по себе изобрел ты и ты технологию или изобрели за рубежом, она ровно так же будет у тебя использоваться. Это небольшая проблема на сегодня. Поэтому если в Кремле не озабочены идеи, как сделать любого россиянина богатым, они явно не озабочены такой идеей, то на технологии, в общем, более-менее тоже наплевать. Они будут думать о военных технологиях в плане альянсов. Им нужно жестко удерживать альянсы, которые у них сейчас есть, тем же Китаем, например. Из Китая они будут получать нужное, потому что им не хватает для технологий. Они очень хорошо убедились сейчас, что войну региональную можно вести средствами Второй мировой войны. То есть можно просто танки посылать вперед. Ну, дроны. Дроны можно у Ирана покупать. Блин, и РТХОПы и минные поля устроили. Ну, конечно. А защита от Соединенных Штатов Америки – это большой объем ядерных вооружений. Ядерные вооружения, старые технологии, старые, верные, работают с 70-х годов, 60-х годов. Будут продолжать работать, пока Штаты не изобретут способ защититься от баллистических ядерных ракет тотально. И опять же, so far, so good. Я думаю, что в Кремле это один из основных лозунгов. So far, so good. Пока работает и ничего. Путин, ну, вот так вот вас послушать, все так хорошо, что война как будто даже помогла сделать все лучше. Или все-таки без войны было бы лучше. С точки зрения Кремлевской элиты, условного коллективного Путина, война была абсолютной необходимостью. Она помогла сделать сильно лучше. Если вы просто посмотрите на график популярности Путина, то первое его падение к 50% предшествует Крыму. Следующее падение к 50% предшествует войне на Украине, или в Украине, прошу прощения, у украинцев, я знаю, они очень воспринимают это трепетно. Я буду говорить в Украине. И здесь у меня возникает другой вопрос. Некоторые опасения у меня возникают относительно следующего падения к 50%. Оно неминуемо случится. Даже без подобных больших событий и триггеров удерживать популярность невозможно. Она уже потихоньку сокращается. Этот процесс после Крыма занял там два года, после чего началось сокращение. Сейчас вот эти два года проходят, и там уже заметны элементы начала сокращения. Соответственно, где-то там 7-8-летний российский цикл падения популярности. Вот, значит, где-то к 30-му году, к 29-му году, наверное, нужен будет еще один ивент, который резко поднимет опять популярность власти. И я не очень представляю, что ему удастся выдумать в этот момент. Особенно если нефть будет подешевле, особенно если экономика в этот момент будет действительно хуже значительно, чем сейчас. Что-то придется придумывать большое. Мне страшно думать о том, что это будет. Ну, опять же, вопрос, наверное, не экономисту, а политологу, экспертам в сфере безопасности. Я не знаю, в сфере какой. Но если вообще социальный взрыв не грозит, если вообще все так относительно неплохо выглядит, почему такие драконовские меры против собственного населения? Я не политолог, еще раз. Поэтому не покупайте за большую цену то, что я говорю. Но, во-первых, я не вижу никаких драконовских мер против населения. Давайте будем объективны. Российское население разделилось на очень неравные части. Для 99% населения, или для 90%, или для 85%, как хотите, меряйте. Действия, например, девушки, которая меняет ценники на антивоенные надписи, в принципе, непонятны. Ну, это примерно как выйти голой на улице в центре Москвы. Что, с ума сошла, что ли? А еще чем она занята? Не могла жить спокойно? Что там, в Питере плохо жить, что ли? Продуктов нет? Продукты есть. Трамваи ходят. Погода хорошая периодически. Весело. Театры работают. Ну да, Запад там гадит. Нельзя поехать в Финляндию сейчас. Но что делать? Это же не повод себя позорить и выходить с подобными акциями. И правильно надо наказывать за это, потому что нечего выпендриваться и демонстрировать всякую гадость, да еще и мешать нам делать то, что нужно. Большая масса населения привыкла быть конформной. Она привыкла не иметь собственного мнения на тему политических вопросов, а заниматься своим бытом. Мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили, про вот эту структуру, такую sparking structure, где маленькие пузырики людей занимаются жизнью в своем пузырике. И для них все нормально, и никаких драконовских мер нет наоборот. Вот там ипотека льготная, там матерям денег больше дают, стали хорошо платить за усыновление и решают проблему сирот, например. Ребята возвращаются с фронта с деньгами и могут устроить свою жизнь. Да, и так далее, и так далее, и так далее. Драконовские меры принимаются против то, что называется outliers, да, против чудаков, против выродков, как их называли стругацкие в свое время. Драконовские меры против выродков народам всегда приветствуются, потому что выродки пугают, выродки вызывают внутренний вопрос, а может, я недостаточно хорош, если они такие. Этих внутренних вопросов не должно быть в сплоченной нации, в нации, которая не должна протестовать, а нация не должна протестовать. Поэтому как раз в данном случае это воспринимать надо не как драконовские меры против населения, а как меры, направленные в поддержку населения. Это некие мероприятия, которые, с одной стороны, зрелищны, а с другой стороны, они лишают населения проблем типа совести. Они позволяют населению четко понимать, что власть, знающая, что она делает, очень жестко разбирается с теми, кто не такой, как мы. Значит, такие, как мы, это правильно. Значит, надо дальше идти этим путем. В этом смысле все очень логично. Ну да, ну, понимаете, можно это все делать по-разному. У нас там, я знаю, политологи спорят, я вас не буду впутывать в этот спор, как и себя. Там это авторитаризм, какая стадия авторитаризма, или это уже тоталитаризм и так далее. Но даже при тоталитаризме, который мы помним еще, ну, я во всяком случае, ну, не сажали непонятно за что на 25 лет. Ну, здесь же смешивается куча всего, я уже говорил, ведь управленческая структура – это сложная штука. Ты даже если бы ты, например, хотел ее остановить, да, ты очень часто ее не можешь остановить. Начнешь ее останавливать, она запутается и перестанет работать, как тебе нужно. Хорошо об этом Виктор Суворов в свое время писал о том, что, там, условно говоря, если ты командаешь танковой роты и ты атакуешь позиции противника, но ты не можешь останавливать своих танкистов от уничтожения, например, тех кто сдается. Потому что в следующий раз они будут плохо воевать, они не будут понимать, где граница того, так сказать, зверства военного, которое возможно. Здесь же тоже, да, ты, если кормишь соловиков и заставляешь их уничтожать любую крамолу, ты не можешь их останавливать, где-то говоря, они не ребята полегче, это там, это не гуманно. Да какой гуманно? В следующий раз они перестанут арестовывать вообще, если они задумываются о гуманности. Плюс там еще вопрос личных амбиций, личных мотиваций. Мы знаем, что люди в Кремле достаточно обидчивые и злопамятные. Это уже персональные свойства, да, там, они делят людей на, там, врагов, которых можно уважать, и предателей, которых уважать нельзя. То есть если ты хоть как-то взаимодействовал с ними, что-то от них получал, а потом встал в оппозицию, то ты предатель, и, значит, тебе только, так сказать, смерть, причем смерть позорная, да, твоя судьба. Это же тоже какие-то психологические моменты, которые транслируются в организацию, да, и эта организация работает, она по-своему как-то оценивает, что происходит. И руководители этих организаций, они в некотором смысле уже рабы этих организаций. Значит, начнешь их критиковать и останавливать, но неизвестно, что они еще подумают про то, как жить дальше. Эту машину трудно остановить, это, я понимаю, действительно так, оно так и было всегда, и при Сталине, кстати, так и было, да, что она, в общем, сама себя заводила еще. Понятно. Да, а военную машину можно остановить, легче остановить. Я имею в виду, после Украины не начнется, не возникнет для пяти тысячи что-нибудь сделать. Ну, вот, смотрите, вы все время говорите после Украины. Я пока не очень... А после Украины, когда это будет, я понимаю. Да, я не очень понимаю, вообще будет ли после Украины в рамках исследуемой нами с вами модели сейчас. Потому что это же очень удобно, да, так сказать, вечная война, там, Евразии с океаней, она невероятно удобна для режима. И главное ее держать на уровне, который не разрушает конструкцию. Поэтому как раз в этом смысле меня поражает позиция Запада, который был настроен на то, чтобы, там, остановить Россию. Так Россию же очень выгодно остановиться сейчас. Вот они стоят, да, там, стреляют, убивают, там, на этой линии. Ну, и так можно вечно продолжать, сколько угодно. Да, это ровно то, чего Россия бы хотела. Нет никаких проблем, там, с продвижением вперед. Нет никаких проблем с проигрышем. Да, что себе, живи, не хочу. Вот, в этом смысле я пока бы не рассуждал про после, не потому что этого не будет. После, конечно, будет. Всегда бывает после, ничто не вечно. Но до того, как наступит после, столько всего изменится, что сейчас об этом говорить более-менее бессмысленно. Вот. А по поводу новых авантюр, если хотите. Ну, вот я опять же об этом сказал. Когда рейтинг упадет к 50%, нужно будет что-то новое. Что? Сейчас, мне кажется, рано гадать. Может быть, что угодно. Я рад, что хотя бы услышал твое слово авантюр. Ну, опять же, да, что такое авантюра, да? По-английски слово adventure, это приключение. Разные значения. Конечно, да. Но там уже, мы же используем вокабуляры, семантику советскую широко. Да, вот военная авантюра – это классическое советское выражение про врагов. Позвольте мне ее использовать для обозначения действий врагов тоже. С французского языка авантюру переводили в фильм знаменитый был когда-то, как искатель приключений, авантюрист. Так что, может быть, просто будет искать приключения. Анна, такой еще вопрос. Когда началось все, это 24 февраля, и с тех пор мы слышали очень много задач этой специальной военной операции. Деноцификация, демилитаризация, борьба с коллективным Западом, противостояние Америки, не допустить Майдан и так далее, и тому подобное, защитить русское население Донбасса. Ну, в общем, очень много объяснений. В любом случае, какое-то ощущение… Да, да, и самое главное такое, как обобщение. Это вообще создание нового миропорядка. Надоела монополия Запада, надоела монополия, вернее, Америки. Да, вот новый миропорядок. Опять же, еще уже какой раз за сегодняшнюю нашу беседу я делаю оговорку, что я к вам обращаюсь, как к экономисту, чтобы вы сразу не говорили, я не политолог. С точки зрения экономики, вот этот новый миропорядок экономический, он возможен, он нужен, и в какой мере Россия его хочет, и в какой мере Россия его сможет реализовать. Ну, вот действительно, давайте отвлечемся от политики совсем, потому что там разговор за пивом в пользу бедных на кухне. А по поводу экономики, во-первых, не существует в принципе никакого экономического доминирования Америки. Это замечательная экономически доминирующая Америка не может там объединенным Иравским Эмиратам сказать, сколько им добывать нефть. А доллар? Смотрите, да, значит, давайте разбираться. Значит, при этом у разных стран есть свои экономические преимущества и недостатки. Огромное экономическое преимущество Америки состоит в том, что Америка является центральным банком мира. Так сложилось сейчас, что в рамках современных денежных систем Америка играет функцию центрального банка мира. 50% денежного оборота, 70% резервов и так далее – это долг. Это очень выгодно стране. Это позволяет американцам жить намного лучше, чем они того заслуживают. Если бы этого не было, естественно. Ну, это абсурдное высказывание с моей стороны. Это все равно, что я бы сказал, что, так сказать, работники центрального банка России получают зарплату больше, чем заслуживают, потому что они работают в центральном банке. Если бы они были дворниками, они получали бы меньше. Ну, окей, они работают в центральном банке. Американцы работают в центральном банке мира. Они за это получают свою зарплату. В каком-то смысле это справедливо. Совершенно бесполезно при этом, с экономической точки зрения, странам типа России пытаться это челлендж. Пытаться прийти на рынок и сказать, я тоже хочу быть центральным банком, или я хочу много центральных банков. Абсолютно бесполезное занятие. Во-первых, потому что это решается не правительствами, это решается экономиками. Экономики выбирают, кто центральный банк, экономические агенты выбирают, кто центральный банк. И как не хотело, скажем, британское правительство в начале 20 века сохранять функции центрального банка мира, они просто раз и ушли во мир. И ничего тут не сделаешь. И если такое случится с американцами, это тоже будет, так сказать, следствием не желания президента Америки, а следствием экономических изменений. Во-вторых, Россия микроскопическая экономика. Она микроскопична, она неэффективна, она не покрывает огромное количество сфер, она достаточно примитивна. Это, опять же, экономика, так сказать, социального сырья. И валюта этой страны просто не может быть валютой центрального банка по огромному количеству разных причин. И в том числе в связи с инфляцией, в связи с падением курсов, нестабильностью, ограниченностью, неконвертируемостью и так далее. А китайцы, например, которые теоретически могли бы задуматься о том, а не стать ли нам центральным банком, одним из нескольких, например, создать такую резервную систему мировую. Китайцы очень этого не хотят, потому что они умные люди. И потому что они понимают, что здесь не только преимущества, у этого есть и недостатки. Например, ты не можешь девальвировать свою валюту, как хочешь. Например, ты не можешь держать мембрану валютную, если ты центральный банк мира. И поэтому китайцы при всей мощи своей экономики, условной мощи, на самом деле это экономика, дериватив Соединенных Штатов Америки. Но тем не менее, при этом они держат свой юань так, что расчетов в юане 2% мировых. Это такие региональные расчетики. И резервы в юане тоже что-то порядка 3% держатся всего лишь. Потому что эта функция, она, конечно, очень привлекательна для Штатов, но она очень трудна в исполнении, и она очень сильно ограничивает твои возможности. В частности, она требует открытой экономики и демократии. То, чего Россия совершенно не хочет. Поэтому все разговоры о многополярном экономическом мире, это разговоры для начала ни о чем. Экономический мир многополярен давно, стабильно и так далее. И во-вторых, это разговоры о вещах, которые для России абсолютно недоступны. Это такой, так сказать, лай в моське на мирового слона. Все это такой же Windows Dressing для украшения витвин, как и политический разговор. При этом надо понимать, что вообще говоря, вся мировая экономика, она очень сильно завязана между собой. И там тот же Xi Jinping очень открыто об этом говорит. Несмотря на то, что он представляет как бы оппонента Штатов, он сейчас на встрече с Байденом прямым текстом это говорил, что там не существует конкурентной экономики по-китайски или по-американски. Существует абсолютно завязанная между собой китайско-американская экономика, которой надо развиваться, и внутри этой экономики нам надо договариваться, иначе будет страдать весь мир. Это то, чего в Кремле, по крайней мере, внешне не хотят понимать. Ну, такое примитивное представление о разделении ЛЭП, о том, что надо делиться. Как кто-то у нас говорил, Левшис, что ли? Смотрите, да, вот мы Центробанк Америка, да, а Россия смотрит, ну хорошо, да, у нас не хватает там сил на то, чтобы рубль тоже стал там какой-то валютой значимой. А мы просто у вас в Центробанке посадим человека с ружьем, и вы будете делиться. Ну, нет, да. То есть силу противопоставить экономике, если хотите. Сила не создает экономики. Сила не создает экономики. Сила разрушает экономику. То есть мы можем угрожать тем, что мы будем по краям эту экономику пытаться разрушить. Здесь проблема какая, да, это умный код краткосрочно, потому что ты действительно можешь вызвать Центробанк на переговоры, потому что, ну, им не хочется, чтобы экономика разрушалась. Но долгосрочно ведь ни один экономический агент не захочет, чтобы его экономику разрушали. Все же хотят как-то развиваться. Поэтому можно, там, условно говоря, можно быть люберецким бандитом некоторое время. И вы помните время в 90-е в России, когда люберецкие бандиты входили там, открывая дверь ногой в Центробанк в том числе, потому что у них была своя ниша какая-то. Но потом время идет, и люберецкие бандиты потихоньку перетекают на кладбище, так или иначе. Даже без рейдов полиции особенных в этом месте. А куда питерские бандиты попали? Ну, они либо перестают быть бандитами, да. И все, что, на самом деле, все, что сделали российские питерские бандиты в экономике, они сделали, договариваясь с мировой экономикой, а не противостояя. И противостояя, и они разрушают этот потенциал. Поэтому здесь же просто вопрос времени. Все как в свое время, так сказать, шутили про Маргарет Тэтчер, которая, когда ей предложили проверять паспорта на улицах после терактов, она сказала, что террористы явление временное, а свобода явление постоянное. Мы не можем ради временных нужд жертвовать нашими нуждами постоянными. А так же и здесь. Но вот эта попытка там, так сказать, попытка атаковать с обрезом мировой банк, она временна, она будет уходить, потом кто-то другой будет приходить, пытаться делать то же самое. Эта борьба будет идти всегда, но мировые банки будут стоять. А если Америка перестанет быть мировым банком, а кто-то другой станет, то это не потому, что кто-то с обрезом пытался его атаковать. То есть вы хотите сказать, что сегодняшняя модель экономического развития, экономического развития мира отдельных стран, она как бы сложилась такой в силу того, чтобы так развивалась экономика мировая. Ну, конечно. Эта модель имеет... Это не искусственно построенная в кабинетах модель, которую потом реализованы. О, слушайте. Ну, сейчас, мне кажется, на фоне вот этих санкций, на фоне ситуации после ковида, на фоне того, что происходит с выборами в Европе и Америке, на фоне ситуации на Ближнем Востоке, я думаю, мы с вами можем просто наглядно, своими глазами увидеть, какова сила кабинета. Насколько они абсолютно беспомощны. Люди в кабинетах фактически 90% времени изображают, что они что-то делают. На самом деле судорожно пытаются прицепиться по поезду, который идет без них, и как-то вместе с ним ехать. Кабинеты очень мало что могут сделать. Есть огромные по своему масштабу и мощности экономические, геоэкономические силы, которые двигают это пространство. И понятно, что мир несовершенен, понятно, что экономики несовершенны, но это то, что у нас сейчас есть. И они меняться будут не в силу того, что кто-то в кабинете что-то решил. Ну, кабинет, я имею в виду, не обязательно чиновничий. Нобелевские лауреаты по экономике тоже сидят у всех кабинетов. Ну, и кто из них что двигает? Смотрите, да, вот там вся эта история биткоина, например, да, вот вам, пожалуйста, пример. Когда возникают там пузыри, возникают совершенно новые куски, кластеры, там схлопываются, как NFT, например, да, и никакой кабинет на это никак не влияет вообще. Там ситуация на Ближнем Востоке сейчас. Посмотрите, такая небольшая, простая ситуация. Там 5 миллионов человек, которые называют себя турестинцами, 15 миллионов человек всего вовлечено сейчас в конфликт. Этот конфликт продолжается десятилетиями. Огромное количество кабинетов выпускает идиотские циркуляры и принимает идиотские решения, и ничего не случается. Да, эта чудовищная язва продолжает существовать и функционировать. Кабинеты очень мало чего могут. Это надо понимать. Ну, то есть, когда там Путин или кто-то еще из российской власти говорит о том, что вот нам нужен новый миропорядок, имею в виду, кстати, экономику тоже, вот надоело там, ну, не монополия, ну, вот такой явный приоритет доллара, вот такие господствующие позиции доллара, их надо менять там, ну, не на рубль. Они понимают, что рубль не может заменить. Давайте менять на юань. Такой жест в сторону, значит, нового нашего тесного партнера. И так далее, и так далее. То есть, все это заканчивается на уровне слов. Ну, все это с точки зрения как бы науки экономической, здравого смысла, все это просто бред, потому что доллар стал экономическим агентом для расчетов в мире, потому что он удобнее всего для мира с точки зрения экономических расчетов. Менять это выкриками, менять это с помощью автомата Калашникова, менять это с помощью принятия каких-то административных решений невозможно. Это изменить можно одним способом. Построить более удобный экономический агент. Ну, идите и строите. Где вы будете это строить? Вот, пожалуйста, есть 500-миллионный Европейский Союз, у которого ВВП больше, чем у Америки, а при этом евро не является таким экономическим агентом. Его так не построили. Вот там по рецепту покупательной способности китайская экономика опережает американскую, а население там в пять раз больше, а юань не является таким агентом. И, в общем, не очень-то и хотелось китайцам. Они совершенно не жаждут того, чтобы он таким агентом стал. Да, ну что, в чем проблема? Чем вам мешает тот факт, что вы рассчитываетесь с доллара? В общем, наоборот, только помогает. А если бы не помогало, то давно все перестали бы рассчитываться долларом. Хотите рубль сделать таким агентом? Можно написать список действий, которые для этого нужны. Но никто же это действие делать не будет. А какое соотношение здесь между политикой и экономикой? То есть сильная Америка политически делает себя заодно и вот этим Центробанком? Или вот эта позиция Центробанка делает Америку и политически тоже сильной? Я думал, что экономика совершенно первична в этом смысле. Америка ведь не только центральный банк. Америка – это центр инновации. Америка – это центр эффективности. Америка – это очень удобная логистика. Америка – это страна, которая экспортирует сырье в том числе. Америка – это страна, которая создает конструкторы и смыслы. И все это вместе делает Америку такой доминантной. Смотрите, те же самые, например, глобальное налогообложение долларовых операций. Есть такая мелочь, как если ты, например, живешь на Гаити или в Сибири, и ты покупаешь американские акции, то ты платишь американцам налог на дивиденды, скажем, по американским акциям. И ты никуда не денешься. Потому что ты должен сдавать формы ФАТКО, ты должен отчитываться по этому и так далее. Американцы могут себе это позволить, а другая страна не может себе этого позволить. Потому что американцы могут сказать, нет проблем, если ты не платишь, я просто останавливаю твои долларовые операции. Я ничего другого тебе не сделаю. Я просто мои собственные доллары тебе не дам использовать. И все этого боятся. Нет ни одной другой валюты, владелец которой, имитент которой может себе этого позволить. И это вследствие совокупности американских качеств и свойств, экономических, но абсолютно не политических. А политически, вот там что политически? Вот опять же тот же Ближневосточный конфликт. Локальный маленький конфликт. Что Америка политически может сделать? На американские базы военные нападают дикари буквально. В набедренных повязках, которые там у Ирана дроны купили и атакуют. И что Америка может политически сделать в этой ситуации? Пока что ничего. Грозные заявления делают. Раз уж вы упомянули, биткоин, то есть все равно никуда не деться. Биткоин войдет в жизнь экономическую в том числе и будет существовать, и будет признан. Ну подождите, он что значит признан? Опять же, вот так сказать, я вот перед вами сейчас на экране, я признан или нет? На легальном уровне, я имею ввиду. Все же страны думают, какие законы принять по этому поводу. Он на легальном уровне признан, другой вопрос, что его можно как-то ограничивать, облагать налогами и так далее. Это, конечно, будет дальше происходить, естественно. Биткоин это некий экзотический актив, это не валюта, давайте будем объективны. Это некий экзотический актив, в котором плюс-минус, так или иначе, можно сохранять стоимость. Хотя стоимость он сохраняет плохо, значительно хуже базовых валют мировых. Он очень волатильный, поэтому одно дело, когда вы смотрите на график кумулятивно, как бы как он рос, а другое дело, если вы посмотрите на какое-нибудь, скажем, годичное сохранение стоимости, то там в половине случаев вы много теряете денег, если то в него вкладывается. Но это экзотический актив, экзотический актив будет создаваться больше и больше. Верклик становится сложнее и сложнее. За криптовалютами придет что-нибудь еще, придумывают еще какую-нибудь конструкцию. Экзотики, отверчающие задачи людей вкладывать во что-то избыточные деньги, а мы живем сейчас в пространстве избыточных денег, экзотики будет много, тут никуда не денешься. То есть это такой инструмент, как вы считаете, это не тот, вернее так, это не тот инструмент, который может радикально поменять вообще ситуацию в мире и в мировой экономике. Нет, абсолютно. А что он может радикально поменять? Каким образом? Ну, заменить собой доллар. Но я сейчас говорю, извините, чисто по-дилетантски. Нет, нет. Но я даже не буду долго на этом, наверное, говорить, потому что никому не интересно. Нет, просто как резюме. Нет, конечно, нет. Он не имеет никакого отношения к вопросу замены доллара. Это совершенно другое все, да? Ну, абсолютно, конечно. И дело даже не в масштабах. Дело просто в том, что это вообще другое совсем. Это, я не знаю, как пытаться, так сказать, молоток заменить вилкой. Спасибо большое. Спасибо большое, я говорю Андрею Макчану, финансисту, для участия в этой программе. Время от времени нам, рядовым потребителям экономики, надо понимать вообще, что с нами происходит и что мы потребляем в конечном итоге. Мы, к сожалению, это понимаем плохо, наверное. И спасибо за эти все разъяснения. Это была программа «Вдох и выдох». Спасибо. До встречи. Спасибо вам. Счастливо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok